Девушки отдыхают Вот оказывается, что раньше мешало людям любить друг друга Телевидение Потому что новости за последние 10 лет в погоне за рейтингом На всех каналах строились по одной и той же формуле Сегодня плохо, завтра будет еще хуже, а теперь о погоде Конечно, после ужасов новостей перед сном Нас пытались успокоить западными триллерами Поскольку западные триллеры по сравнению с нашими новостями Сказка о Винни-Пухе и Колобке Единственное, кто на эти ужасы у нас не очень реагировал всегда Это женщины старшего поколения Благодаря сериалам они давно уже живут в Латинской Америке И только два раза в день выезжают на лифте в Россию за продуктами Я понял, что вы просто согласны с этим Что вы так одобряете Конечно, все это густо разбавлялось телеиграми Для слабо одаренных среди слабо развитых С вопросами типа Кто изобрел автомат Калашникова? Пушкин, кокаин или муму? Охренотень это женское имя? Ругательство или тень, оббрасываемое хреном на другие растения? И вот пожар Казалось бы, Господь Бог взглянул наконец в нашу сторону Отключил всю эту хренотень Мол, отдохните, а? Ну, подумайте о вечном, о душе Большинство населения в Москве обуял ужас Ящик замолчал Черный траурный кран Квадрат Малевича в каждом доме Ощущение Вы помните это ощущение, да? О, говорит, помню, молодец Ощущение медленно подкрадывающегося конца света Страшнее, чем припутчи Даже лебединое озеро не показывало У народа началась ломка, как у наркомана Которого лишили крутого наркотика Нашлись такие, которые совсем от нечего придумать Чем себя занять Вечером пошли на сам пожар смотреть Потом рассказывали, звонили Синий дым на фоне рыжего заката Такая красота Толпа смотрела на пожар, не отрывая глаз Боялась пропустить момент, когда башня падать начнет Событие века Кто-то в толпе на обуглившуюся глядя башню заметил Что тебе ее надо называть Останкинской полукопченой Мне вообще вот так Рассуждая и вспоминая это Кажется, что у нашего человека Организм уже не может функционировать Без инъекций шока Который ему ежедневно впрыскивает Останкинский шприц С утра встал, глаза закрыты Во рту птицефабрика Сколько много таких в зале У кого птицефабрика во рту после вчерашня Первым делом на ощупь добрался до телевизора Включил, а там в Питере застрелены последние 4 бизнесмены На Дальнем Востоке эсминец столкнулся со скорым поездом В Казахстане саранча съела космодром От таких сообщений глаза сразу раскупорились На экране кровь, трупы, боющие женщины Переключил дорожный патруль Сержант ГАИ с лицом похожим на знак запрещающий проезд У них у всех такие знаки В общем, вот с таким лицом сержант ГАИ Очень серьезно проводит инвентаризацию костей пострадавшей Взбодрился как от зарядки Переключил на детскую сказочку от колобки Под нее решил позавтракать Наголо стриженный зэк по грегухе колобок Замочил бабушку с дедушкой Бабушкина кровь по полу, мозги дедушки на обоях Зато весь организм завелся на весь день Настроение улучшилось Мол, собственная жизнь не хуже, чем в телевизоре И даже на ум пришла первая мысль А может наше телевидение Поэтому называется Останкино Что оно все время показывает нам чьи-то останки На работу по дороге Чтобы будущее не казалось беспросветным Отметил в программке красным То, что непременно надо посмотреть на следующей неделе Там документальным фильм Виагра поднимает экономику США И супертриллеры Смерть наступила после вскрытия Чихающие утопленники И вампиры лечат геморрой На работе с утра все разговоры только об одном Кто что видел вчера по телевизору? Кто-то пытался посмотреть новую суперрейтинговую версию Чеховского дяди Вани Дядя Ваня оказался голубым Кто-то с жаром пересказывал мультика Белоснежки и нефетки Которая живет с гномами-трансвеститами Кто-то следовал, что не угадал ни одного ответа О счастливчике И что полуложить получил овер Оказался кентавр А он был уверен, что это женщина Пошел покурить В курилке узнал о том, что утром в передаче о здоровье Показывали крупным планом Предстательную железу курильщика в разрезе Тот, кто видел, пытался лицом ее изобразить Строил рожи, выркал, рычал В обеденной в столовой опять телевизор Опять на полях страны Рассказ о нелегкой жизни путан Которые в снег и ветер пасутся вдоль дорог на полях родины И пытаются истучить на зеленью После обеда, чтобы не дать заснуть Всем отделам обсуждали строчку из очередного клипа Очередной звездушки, которая с очередным звездунчиком Спело я взлетаю в небеса и там пугаю звезды До конца рабочего дня всем отделам пытались изобразить то лицо Которое можно напугать звезды Победил тот, кто в курилке показывал предстательную звезду Вернулся домой разбитый, измочаленный, изнаренный рабочим нелегким днем Решил отдохнуть, включил телевизор Три мушкетера в голливудской постановке Стал смотреть не отрываясь Потому что никогда раньше не видел мушкетеров-каратистов И монахиню-шуисток Досмотрел до конца Потрясла финальная сцена, в которой гвардейц Ришелье Пытался застрелить короля из мушкета с оптическим прицелом Укладывал сына спать под суперрейтинговую версию красной шапочки Главная героиня, потомственная шлюха в третьем поколении Накормила волка-сутенера пирожками из расчлененной бабушки Сыночек долго не мог заснуть Пришлось ласково сказать Спи, малыш, а то мумий тролль придет, колыбельную споет Сам перед сном решил посмотреть третий глаз Ведущий экстрасенс-проктолог В прошлом акушер-вольдозерист Нынче региональный колдун второй гильдии Талтеков, Анунаков и Бульбуков Обещал всех вылететь от импотенции Для этого надо всего лишь ему выслать 100 долларов И во время следующей передачи Прижаться к экрану по плохевшим местам Сам же на ночь, чтоб спать в курсе событий Пересмотрел новости по всем трем каналам А там, по всем новостям одно и то же Еще один авторитет застрелен 160 выстрелов из автомата Один контрольный с пистолета Все отверстия показали крупным планом Пересчитал, сошлось, успокоился, пошел спать Спал, как убитый бизнесмен Как застреленный бизнесмен Утром встал, опять вместо зарядки к телевизору А там сенсация Маньяк изнасиловал царь-пушку И снова готов к рабочему И вот так, изо дня в день Изо дня в день утекает наше время В черный бездонный ящик И не надо удивляться тому, что дети наши Играют в расстрелы в заказные убийства А Снегурочкой в детском садике Хочет быть одна воспитательница А реклама до того довела всех Что дети уже, дети в саду На вопрос, кем хочешь стать Некоторые отвечают всерьез Тамбексом Они уверены, что Тамбекс это фамилия Причем самого счастливого на земле человека Потому что он то в бассейне То на горных лыжах И никогда никакой усталости И никогда никакой усталости Всегда в хорошем настроении И в хорошем месте Хотя и в плохое время Удивляться надо тому Что как только все это отключилось Мы дружно все вместе запричитали Немедленно верните Жить не можем без тети Аси Хотим точно видеть крупным планом В деталях Как маньяк изнасиловал царь-пушку Скорее дайте нам услышать еще раз На рекламу нового французского слабительного Которое слабит мягко, не нарушая сна Не надо винить телевидение Оно показывает нам то, что мы от него требуем Оно рейтинговое А мы, мы, мы И есть его рейтинг И не стоит причитать, что на телевидении Одурачивает нас по воле власти То, что рыба гниет с головы Очень удобное оправдание хвоста А власти, между прочим За время великих катастроф Впервые наши требования выполнили Не снимать народ надолго Со Станкинской иглы Иначе он думать начнет А это для России Никогда хорошо не заканчивается АПЛОДИСМЕНТЫ